Добрый день, уважаемые слушатели! Скорее уже, добрый вечер! Good evening to everyone! Я очень рада вас всех видеть. Мы начинаем наше первое занятие курса «Английский язык. Стань сильнее». Мы обозначили данное занятие, данный курс, как переходный между уровнем pre-intermediate и intermediate. И вести этот уровень буду я. Зовут меня Зуева Ольга Михайловна. Я являюсь преподавателем английского и академическим директором курсов английского языка в Центре онлайн-обучения в Фоксфорд. Нам с вами предстоит провести вместе 120 часов академических для того, чтобы существенно расширить свой словарный запас английского языка, для того, чтобы сформировать не только базу грамматическую, но уже выйти на другой уровень овладения языком. Фактически, это уже тот уровень, на котором вы можете решить большинство ежедневных ситуаций как в школе, так и, соответственно, в стране изучаемого языка. Кроме того, часть заданий мы будем решать с вами в формате ОГЭ, то есть ранее называющуюся ГЭ по английскому языку, что позволит вам подготовиться на данном уровне к экзаменам. Наши занятия с вами будут проходить в понедельник и четверг с 18 часов по 2 академических часа, то есть ориентировочно до 19.45-19.50. Сегодня в конце занятия я оставлю 7-10 минут на вопросы, и вы сможете задать те вопросы, которые у вас появятся. Помимо 60 занятий в течение 30 недель по языку, онлайн-занятий, у вас, естественно, есть возможность посмотреть все занятия в записи. И кому покажется, что немножко сложновато, кому необходима будет дополнительная помощь, пожалуйста, прошу вас, не стесняйтесь действительно, и задавайте вопросы, и обязательно пересматривайте кусочки занятия, которых вам необходимо лучше разобраться. К данному курсу, как ко всем курсам Центра онлайн-обучения «Фоксфорд», на сайте «Фоксфорда» имеется домашнее задание. Каждому уроку оно становится доступно после просмотра занятия, и оно позволит вам закрепить определенный материал, повторить языковой материал, а в нашем курсе, кроме того, узнать что-нибудь очень-очень интересное, новое, часто связанное с культурой стран, изучаемого языка. Часто вам предстоит слушать песни на иностранном языке, смотреть небольшие видеоэпизоды, передач или сериалов, или маленьких фильмов, программ, потому что на самом деле одной из методических особенностей изучения английского языка и в данном курсе, и в общем-то в жизни является то, что поскольку мы учим язык для того, чтобы его использовать, необходимо быть знакомыми с какими-то более сложными вещами, которые действительно встречаются в реальной жизни. То есть в реальной жизни английский он живет сам по себе. Это инструмент общения огромного количества людей на Земле. И если мы будем смотреть примеры того, как люди общаются и на языке, если мы сами будем в этом участвовать, как в реальной жизни, то тогда изучение языка будет для нас намного проще и интереснее, а кроме того, результативнее. Но прежде чем мы с вами продолжим наше занятие, я бы хотела спросить у вас, что бы вы хотели получить от курса иностранного языка в Фоксфорде? С какой целью вы пришли на данный курс? Пожалуйста, напишите в чате. Итак, я видела, что в чате уже написали, что хотят стать ОГЭ, да, вижу ОГЭ, ЕГЭ, да. Свободно разговаривать, правильно писать, свободно говорить на языке. Ух ты! Окей, уехать, увеличить словарный запас, грамматику подтянуть. Ребята, как я упомянула, да, мы будем готовиться к ОГЭ. Достаточно опосредованно, но в любом случае да, потому что для того, чтобы выучить язык, для того, чтобы заниматься изучением языка, нам подходит фактически любой материал, и мы запросто можем решить две цели, используя формат экзамена. Мы будем одновременно и поднимать свой язык до хорошего уровня и, соответственно, готовиться уже к формату экзамена, для того, чтобы, придя на экзамен, вам было легко, просто вы не нервничали. Свободно разговаривать и правильно писать. Тоже будем стараться, будем учиться. Для начала, вот там была первая хорошая цель – это расширить словарный запас. А самое главное, ну, понятно, что английский – такой язык интересный, в нем очень-очень много слов, и нам необходимо будет, конечно же, написать, вернее, научиться учить эти слова. То есть мы будем не только расширять на самом деле свой словарный запас, мы, кроме того, будем учиться действительно разбираться с тем, как слова учатся, как проще нам с ними обращаться, как проще их запоминать. С грамматикой обязательно мы с вами будем причесывать нашу всю грамматику, разбираться, какие ситуации подходят для каких фраз и зачем нам те или иные фразы нужны. Потому что очень часто с грамматикой возникают трудности по одной простой причине – мы не понимаем, а зачем мне эта форма. И, соответственно, мы уже можем, если мы понимаем, зачем, в какой ситуации мы можем использовать, нам легче ее будет использовать. Поэтому все эти вопросы мы будем с вами решать. Да, ребята, я повторю, что наше занятие длится 2 академических часа. Соответственно, через 40-45 минут после начала занятия мы делаем небольшой перерыв. Ориентировочное занятие закончится в 19.45 или в 19.50, в зависимости от того, сколько у вас будет вопросов в конце занятия. Я рада видеть тех ребят, с которыми мы уже встречались на наших предыдущих курсах. Они, наверное, могут вам что-то уже рассказать по поводу английского, по поводу того, как происходит, какой прогресс, какого результата им удалось достичь в плане английского. Но давайте мы с вами уже действительно переходить к нашему занятию. А это значит, что я буду все чаще и чаще переходить на английский язык. Ребята, если вы понимаете, что в какой-то момент вам становится сложно, пожалуйста, пишите об этом, задавайте вопрос. Если у вас очень много нового словаря, то, соответственно, скорее всего, опять-таки повторюсь, вам необходимо будет какое-то время пересматривать занятия в записи для того, чтобы догнать курс, догнать группу. Ну, и я уверена, что тогда у нас все получится. Давайте начнем с очень-очень простого. С целями мы определились, мы поняли, что, в общем-то, да, мы со всем этим можем справиться. А вот английский… Я все про английский, про английский. А в каких странах говорят на английском? Ну, там даже небольшая такая напоминалка. У-хм… У-кей. Окей, У-кей. Ой, а я уже предупредила, я почти уже не понимаю по-русски. Давайте на английском. Пока вижу только У-кей. The U-кей. Америка. Окей. Астрелия. Ага, great. Окей. Руссия. О, Руссия, really. Нью-Зеланд. Окей. Canada. Здорово, молодцы. Ну, по-моему, не назвали… Ну, наверное, только одну страну не назвали. Все здорово, знаете. А в домашнем задании там есть очень забавный квиз, который у вас… Ага, вот, Арина, почти молодец. Здорово. Давайте теперь только вспомним, как пишется. Так. Алина вспомнила. Ireland. Окей. Ireland. So, Ireland. So, Ireland. New Zealand. New Zealand. Australia. Australia. The UK. The USA. And Canada. People, I have a question. У меня есть вопрос. Ireland, New Zealand, Australia, Canada. Это без артикля. А почему же у нас перед «the UK» и «the USA» появляется «the»? Давайте разбираться. Артикли у нас очень часто появляются в английском. Что будем делать? Да, потому что сокращение. Потому что «the United Kingdom» и «the United States of America». Здорово. Окей. Well done. So, yes, they are. And… A moment. If I live in Russia, I'm Russian. Ну, если я живу в России, я русская, да? If I live in Russia, I'm Russian. If I live… Нет, давайте с простого начнем. If I live in Canada, I'm… Да, правильно. Если мы говорим не «Russia», а «the Russian Federation», well done, well done, people, great, okay. Canadian, I'm Canadian, okay. I'm Canadian, no problem. If I live in Australia, I'm… Australian. Australian, okay. Yes, well done, okay. Анна, посмотрите внимательно, не меняются здесь буковки. I'm Australian, okay. If I live in Ireland, I'm… Irish. Okay. Irish. I'm Irish, no problem. So, here we are Canadian, Australian, Irish. Ну, а теперь немножечко подвох. If I live in the USA, I'm… American. Okay, I'm American, no problem. Because America, American, okay. Okay. And if I live… А теперь вот внимательно. If I live in the UK, I'm… А вот теперь у нас разошлись мнения. Окей. Посмотрите-ка, интересно. С Америкой всё понятно, да? Да, то есть это у нас United States of America. Фактически. Анастасия молодец. Ну, ещё можно… I'm the queen. Одна, единственная королева. А вот United Kingdom состоит из очень-очень-очень многих стран на самом деле. Поэтому там получится не только British. British. А в British входят English, Welsh. А, кстати, как там с шотландцами? Англию и Уэльс вспомнили, а Шотландия? Scotland and Scott. Лучше Scottish. Скотт, как правило, сейчас уже не употребляется. Более старое название. И по какой-то причине, знаете, как ряд старых названий, оно стало ругательным. Ну, так получилось. Scottish. I have a question. How many teas? One tea or two teas? Давайте определяться. Нет, это не вопрос, кто больше. Скоттиш. Ребят, а почему? Что я пытаюсь сохранить, добавив вторую «ти»? Название страны вспоминаем. Скотт лэнд. Из двух корней состоящее. Здесь две согласных. И поэтому «о» у меня короткое, краткое «ско». Скотт лэнд. Если я открою… Если я добавлю сюда любую гласную, это будет «оу». Мы меняем с вами фактически корень слова. Корень слова очень редко меняется в английском. Хорошо? Поэтому автоматически пытаемся сохранить истинное слово, иначе как угадают, что мы имели в виду? Ну, пишем вторую «ти». Скотт лэнд. Скотт лэнд. Скотт лэнд. Окей. So, that's about British. И сейчас самый, пожалуй, вам такой каверзный вопрос. If I live in New Zealand, I am… Oh, no. Окей. No, not ish. No. Ребята, вы представляете? Это на самом деле очень интересно. Zealand man. Окей. Зеландиан. Вот мы с вами уже разобрались фактически с суффиксами национальности. Здесь все легко. Самый распространенный – a-n – America, American, Russia, Russian. Иногда появляется вариант – i-a-n – Canada, Canadian, Australia, Australian, Malaysia, Malaysian. Второй распространенный суффикс – это –ish. Ireland – Irish, Scotland – Scottish, England – English. Иногда у нас есть интересные окончания, как Welsh, French. Что-то надо просто запомнить. А вот с Новой Зеландией… Название-то Новой Зеландии в свое время новозеландцам придумывали англичане. И Новой Зеландия была от них очень-очень далеко. Очень далеко. Им казалось, что она очень маленькая, как город. Максим, здорово, молодец! То есть… Но это только local people. Это только коренные жители Новой Зеландии. А если нам кажется, что это город, то мы добавляем с вами интересный суффикс – e-r. И у нас получается – New Zealander. Представляете, как интересно? То есть Новой Зеландцы – это единственная нация, которой добавляется тот же суффикс, который городским жителям добавляется. Londoner. London – Londoner. New Zealand – New Zealander. Interesting, cool. Окей. Но возвращаясь к the UK, United Kingdom of Northern Ireland. Of Great Britain and Northern Ireland. У вас здесь, соответственно, будет Irish сюда же. English, Welsh, Scottish, Irish. И целых четыре нации получаются в одной стране. Да. С москвичами, соответственно, тоже бывает Москва. Moskowitz – оба варианта подходят. The USSR. А если страна СССР, the USSR, то национальности называются по, соответственно, бывшим республикам. Russian, Ukrainian, Belarusian и так далее. Окей. And we are going further. And I have a funny quiz for you. People. Я вам обещала радости, веселья. Давайте-ка быстро проверим, что мы знаем о разных-разных странах и принадлежности к разной стране. So, where does this come from? Number one is McDonald's. So, it comes from America. So, it is... America. The USA. The USA будет правильный, конечно. The USA. It is American. Okay. Right. Well done. Number two. Bentley. Bentley. comes from the UK. Давайте не будем забывать UK-сокращение, так что «the» пишем автоматически. The UK. Ребята, вы знаете, у меня к вам еще есть одно маленькое пожелание. Смотрите, нас до определенной степени компьютер испортил. Но если мы готовимся с вами к экзамену, а не пишем смс-ку, то нам с вами придется соблюдать правила постановки заглавных букв в английском. Название стран, точно так же, как название национальности и название языков, всегда пишется с большой буквы. Угу. Получится? Если мы будем тренироваться сейчас все вместе, то тогда уже на экзаменах и на занятиях вы будете писать это, не думая, у вас-то не будет никаких усилий вызывать, вы просто будете это помнить. Окей? Давайте тренироваться. So, number two. Yes, you are right. It's from the US. So, it is? Oh, it's from the UK. Sorry. Number two. Ладно, ладно, ладно. Вы уже убежали вперед. Окей, number three is from France. From France, so it is French. Well done. Окей, from France, French. У нас появилось новое слово без суффикса, которое по своим правилам изменяется. France, French. Окей. Number four. Number four. The USA, America. Окей. So, it's American. No problem. It's American. Mm-hmm. Number five. Famous Burberry. What do you think? Number five. Yes, you are right. It's the UK. No, it's not made in Italy. It's the UK. It's from the UK, so it's English. Okay, let's go on. Number six. It's from Scotland, so it is Scottish. Okay, yes, well done. Мы договорились, что скоттишь пишется с двумя т, да, чтобы слово не менялось. And by the way, who is it? Do you know the person? A moment. Number six. Do you know the person? А человека вы знаете на фотографии? Так, стоп-торопушки. Who is in number six? Yes, Maxim, you are right. He is an actor. He is an actor. You are right. He is an actor. He is a famous actor. Ну, имя можно не знаю. Sean Connery. Yes, he is Sean Connery. And people, what is he wearing? А что это на нем такое интересное надето? Что-то такое очень шотландское. Иначе как бы вы опознали. Kilt. Yes. It's a tartan. Tartan kilt. Well done. Well done. Шотландская юбка. И у нее есть особое название. Это не просто юбка, да. Это kilt. И кроме того, tartan – это, соответственно, юбка, изготовленная из определенного клетчатого материала. Представляете, у каждого рода, древнего рода в Шотландии, есть своя цветовая гамма вот этой клетки, из которой шьются, соответственно, юбки. Представляете, у вас была бы своя цветовая гамма одежды. А вот в Шотландии эта традиция. Ok. Number seven. Ага, Алина knows. So, it's from the USA. It's Statue of Liberty. It's American. Yes, you are right. Number eight. Eight. It's from Italy and it's Italian. And a moment. What is Ferrari? What is Ferrari? A car. What kind of car? Just a car? Ага, вот. Cool car. Ok. School car согласна. А если мы хотим сказать, что это спортивная машина, то каким-то образом по-английски здесь будет sports car. Вот как-то так. And expensive car. Ok, I agree with you. It is expensive. Ok. Number nine. Who is that? Where is he from? He is from Germany. Мы договорились, что название стран мы будем писать с большой буквы. He is from Germany. And he is... Yes, he is Hitler. Hitler was his name. And so he is... What's his nationality? German. В нашу копилку еще одно слово поступило. Ok. Right. Well done. Adieu. Может быть, Егор, у нас попадется еще слово. Number ten. Any ideas, people? A moment. Number ten. Where is he from? He is from Italy. He is Italian. Ага. What is he? What's his job? He is a... Singer. What do you think? Is he a rock singer? What kind of singer is he? He is an... Угу. Ребята, а вот здесь есть небольшой секрет. Несмотря на то, что в слове «опера» и пишется оно совершенно так же практически, как по-русски, да, все хорошо. Раз, два, три, четыре, пять букв. Да. Почему-то традиционно мы проглатываем среднюю. И получается «опера-синга». Opera-синга. Если вы повторите это и запомните намного лучше. Opera-синга. Ну, Людмила, смотрите, писать лучше так, как оно действительно пишется, ничего не пропуская, да? А если вы, соответственно, повторяете, оно лучше запомнится. Но вы молодец. Это тоже хорошая методика запоминания. Окей, номер 11. А момент. Где он из-за? В США. В США, он из-за Америки. И он из-за Элвис Пресли. Кто был Элвис Пресли? Кто был Элвис Пресли? А сингер. Агент. What kind of singer? Поп-сингер. Окей. Just, just pop-singer. I'm not sure about pop-singer, by the way. А популяр-сингер. О, молодцы! Поп-сингер. Уже хорошо. Cool pop-singer. Jazz. No, not really, not jazz. He's a famous pop-singer. Ага. А вот здесь, смотрите, мы с вами добрались до одной очень интересной детали английского языка. Про Элвис и Пресли я могу сказать следующее. Ну, он вообще-то rock'n'roll, but anyway. So, ладно, пусть будет на данный момент pop. У меня есть целых три прилагательных. American. Popular. Ну и, допустим, cool. И дальше singer. Ребята, как мне по порядку расставить эти прилагательные? То есть, как получится? He is a cool popular American singer. He is an American popular cool singer. Ага, Максим, здорово. Ну, смотрите, они все три прилагательные. Так. Ребят, смотрите, а если у нас вот не будет Максима, который нам подскажет и которому мы поставим лайк, что да, молодец, супер, спасибо. Как будем определять? Cool, Элвис Пресли was an American singer. Окей. Так, выкручиваться можно, Алина, да, в несколько предложений. American cool pop singer. Окей. Ребят, смотрите, есть одно правило. Мы, когда расставляем прилагательные в английском, мы начинаем со своего мнения. Так, Егор, подождите. Какое из этих прилагательных выражает мнение? То есть, не все могут согласиться. Ну, конечно. He is a cool... Дальше мы уже идем к чему-то, что ближе к фактам. Что у нас из оставшихся двух ближе к фактам? Popular. Так. И третье – это несомненный факт. Ну, конечно, он родился в Америке. Это факт. Это паспортом подтверждено документально. He is a cool, popular American singer. Разобрались? Зарема, это хороший вопрос. Мы к нему еще вернемся. Можете. He is a cool and popular American singer. Можете. А дальше у меня есть еще один вопрос. Мне здесь запятые ставить нужно? Можете. Молодцы. Не ставим. Окей. Well done. So, next one. Давайте сделаем вашу жизнь интересней. So, number 12. Where is it from? Where does it come from? Brazil. It's from Rio de Janeiro. Yes, well done. Okay. And it is Brazilian. You are right. But what is it? Statue of Liberty. Мы все знаем. Все помним. What's that? It's a statue of... Yes, you can say Christ. Of Jesus Christ. Statue of Jesus Christ. Yes. So, it's Christ. Christ the Redeemer. Okay. Well done. Number 13. Ага. Ребят, вы знаете, сама, честно скажу, постоянно путаю I и Y. Но Египет точно с Y в середине. Egypt. So, it's from Egypt. Yes, Анастасия. Why, 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 why? Egypt, okay. So, it is... If it is from Egypt, it is... Подождите, мы пока на 13-ом. 13. Egyptian. Egyptian. Здесь очень внимательно нужно отнестись к тому, как произносится окончание. Да. It's from Egypt. And it is Egyptian. Right, you are. Okay. And Ksenia is almost right. It is... Pyramids. Если совместить написание Ксении и Виктории, получится очень здорово и правильно. Кто может попробовать? Well done. Yes, they are pyramids. How to write it in English? Okay. Pyramids. Ребят, у меня есть к вам вопрос. Ну, как всегда, немножко коварный. В чем разница между «pyramids» и «the pyramids»? Артикль. Так. Артикль. Хорошо. Ага. Так. Так, то есть, Настя – здорово, Вика – здорово. Да, смотрите. Если «the pyramids», то, скорее всего, я имею в виду, в первом, вот в этом случае, «the pyramids», да, конкретные пирамиды, скорее всего, египетские. И посмотрите еще раз внимательно, как они пишутся. Egyptian. Не меняем корень слова. Egypt остается. И Egyptian добавляем, да, Egyptian. А если у нас просто «pyramids», это может быть все, что угодно. Пирамида как, да, как геометрическая фигура. Это может быть, соответственно, пирамида в любом другом месте. Так что внимательно. Окей. Well, number 14. Where is it from? China. So it is? Chinese. А, interesting. Еще одно интересное слово в нашу копилку суффиксов. So the great wall of China, right, you are? Number 15. Не буду пока вам ничего рассказывать про Великую Китайскую стену, кроме того, что она пишется с большой буквы. Chinese. Number 15. It's from Africa. Yes, I agree. It's from Africa, right? So it is? Yes, if it is from Africa, it is African. It is African. Maybe festival. Maybe. Maybe. Okay, number 16. What is it? And where is it from? It's from Japan or maybe China. And maybe it is Japanese or Chinese. Okay. Еще одно слово в нашу копилку. Okay, number 17. What is it? Where is it from? From Russia. So it's a Russian bank. Okay, so that was easy. And the final one. So, number 18 is definitely from Japan, right? I think Japan. Because it is... What is it, people? Maybe a girl, Japanese girl, or maybe she's wearing a kimono. So, yes, we probably know. Maybe, yes, maybe just a woman. Okay, number 19. I think it's still Japanese. Nineteen is from France. It is French. And it is... Eiffel Tower. А вот Евгения очень здорово, быстро написал. Так, интересно. Ребята, у Вячеслава интересно есть идея. Сейчас узнаем еще что-то интересное про английский. У нас, соответственно, есть Eiffel Tower. У нас закономерно может быть the tower. И у нас может быть the tower. Ребята, а ну-ка давайте посмотрим. Вот, the tower для англичан. Это какой tower-то? The tower. Еще есть большие буквы написано. Of course. London. The one. Unique. My tower. The tower of London. Right. Ага. The tower. А это какой? А это о чем? Подождите, подождите. Башня, но не совсем любая, да? А та, которую мы, например, видим или понимаем, о чем мы говорим. Просто башня, без названия. Ну и, соответственно, вот перед этой башней уже должно быть какое-то название. Эффел Tower, a tower, a great big tower, and whatever. Okay, good. Number 20. 20 is... From England, from London, it's Big Bang. Big Bang. Yes, it is. It's a Big Bang. And I have a question, people. Who is Big Bang? Yes. Who is Big Bang? What is Big Bang? Clock. It's the name of Clock. Yes, you're right. It's the name of Clock. Mm-hmm. And it's a clock tower. Right, you are. Number 21. Where does it come from? Mexico. Yes, it is from... Слушайте, какие вы молодцы. Вы знаете, что Big Bang это часы. Молодцы, здорово. It's from Mexico, and it is Mexican. Right, you are. Number 22. It's... 22. It's from... Australia. And it is Australian. And it is Australian. Right, you are. And finally, number 23. It's from Turkish. From Turkey. And it is Turkish flag. А у меня есть вопрос, господа. А что у нас на флаге Канады изображено? Maple leaf. Maple leaf. И прежде чем нам осталась минуточка до перерыва, за которую мы с вами сейчас быстро еще раз пробежим по суффиксам национальностей. Мы поняли, уже знаем. Самый распространенный – a-n. Дальше на втором месте – is. Ну, на третьем месте – is. Chinese. Japanese. А кто может назвать еще три страны? с суффиксом, национальность которых образуется с суффиксом – is. Chinese. Japanese. Turkey. Turkish. Mm-hmm. А, Korea. А-а. Korean. Korea. Максим, так называете? Молодец, страна Азии. Ну, практически. Canada. Canadian. Not Canadians. Mongolia. Mongolian. Thailand. Здорово, что вспомнили, но это Thai. Thai. Пожалуйста. Korea. Korean. Vietnam. Vietnamese. Но я напишу, пожалуй, самую неожиданную страну. Portugal. Portuguese. Киз. Вот как так получилось, что страна в Европе у нас с таким же суффиксом? Вот так получилось. Ну, а страны и национальности, как French, German, Thai. И запомнили, и будет еще парочка интересных стран, чуть попозже. Мы с вами узнаем после перерыва. Лина, смотрите. Portuguese – это и португалец, и португальский, потому что у национальности языка одно название, так же фактически, как по-русски. Так, ребята, мы делаем с вами перерыв до 7 часов, соответственно, это где-то минут 13. И в 7 часов мы возвращаемся к занятию. Геана, I hope that everyone has had some snack. Снова рада всех видеть. Возвращаемся. И, конечно, вы понимаете, что национальности страны и всякие маленькие интересные тонкости – это была так, разминка. Хоть и называется наше с вами занятие «Where are you from?», конечно, на первом занятии очень традиционно и очень приятно знакомиться с людьми. So, well, yes, good evening, my name is Olga. И вы меня видите первый раз. И представьте, что вы теперь встречаетесь с любым человеком в первый раз. У меня к вам вот такой вопрос. When you meet a person for the first time, which topics are okay? Ну, Егор, да, с вами мы уже знакомы. Но, смотрите, у вас же очень-очень много людей, с которыми вы еще не знакомы. О чем их можно расспрашивать? Итак, перед нами опрос. Голосуем. After name, age, country, films, books. Окей, well done. О, окей. Ребята, можно выбрать несколько вариантов ответа. So, you meet somebody for the first time. You meet somebody for the first time. What are you going to talk about? О чем поговорим? Окей? So, we'll wait for two more people. Great, great. You have very many ideas. That's good. Okay, you have lots and lots of ideas, so I decided not to wait. Let's have a look. So, 11 of you and... Okay, 12 about your age. Really? No, 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 it's okay. Don't get me wrong. You can ask, how old are you? Но, ребят, у меня есть вопрос. Если человек вам отвечает на вопрос, how old are you, что дальше-то? Какую информацию вам это даст? Как вы дальше разговаривать-то будете? Я понимаю, что... Просто так интересно, сколько лет, да? Нет, ну, если, да, если человечек вам отвечает на вопрос, I'm 65, то, наверное, дальше вы будете о здоровье расспрашивать. Хотя, надеюсь, что нет, это не очень вежливо. Не уверена насчет возраста, but... Okay, films and books. Okay, films and books, yes, I agree. Films and books, I agree. Дмитрий, Дмитрий, повежливее, ну, вы помните, англичане, они очень-очень вежливые. Okay, films and books, what's the question? What can you ask about films and books? Молодец, можно music еще, да. What kind of books do you prefer? What films do you like? Aha. What books do you like? What do you like to read? Здорово! So, we have three questions. So, what books or what do you read? What books do you like or prefer? And, what is your favorite book? What is your favorite book? Okay, agreed. And, а кое-кто тут же упомянул, что можно спрашивать про музыку. Кто рискнет быстро изменить эти вопросы про музыку? Самый коварный первый. People you have were... Вячеслав, молодец. Так, интересно. То есть, здесь все легко. What music do you like? What music do you prefer? What music do you like? What is your favorite song? What is your favorite music? А здесь есть подвох. What music do you listen to? Ребят, как нам не забыть частичку ту? Вариант не употреблять этот вопрос не принимается. Матвей, потому что мы ждали около трех с половиной минут и закрыли опрос. Так, а как будет по-английски слушать музыку? То есть, в самом выражении у нас содержится ту. Нет никаких вариантов выкинуть ту. Это фактически, как если вы из русского языка выкинете падежное окончание. И будете говорить «слушать музыка», а не «слушать музыку». Ну, чтобы хорошо, соответственно, звучать, ту надо оставить. Вы же знаете о том, что «listen to music»? Соответственно, в вопросе остается. Окей? Опять закрываю опрос. Теперь знаете. Молодцы. And what about the weather? Oh, so about films and books, lots of people agree. H, still lots of people. What about the weather? What can be the question? Егор, хороший вопрос. А теперь представьте, что мы с вами встретились на улице с человеком, с которым хотим познакомиться, и мы к нему так. What is the weather like today? Я ж тоже на этой улице стою. What is your favorite weather? То есть, тоже подошли так к человеку. Hello, my name is Olga. I'm from Russia. What's your favorite weather? А, молодцы! Good day, isn't it? What a nice day! What do you think? The weather is good, isn't it? Окей, good. Well done. Молодцы! Дмитрий, к вашему предложению нужно добавить хвостатый вопрос. It is cold, isn't it? What do you think about the weather? Окей. Do you have sunny weather in your country? Ну, это, наверное, уже будет второй, третий, четвертый вопрос. Молодцы! Слушайте, вы хорошо справляетесь с вопросами. Я так понимаю, что с устной частью экзамена вы тоже хорошо должны справляться. Там есть часть про вопросы, вы помните. Зря вы жаловались на свою грамматику. The weather is fine, isn't it? Good. Ну, вообще-то, вы правы. Англичане очень часто говорят про погоду, хотя вроде бы что же ее обсуждать. В общем-то, мы-то под одним дождем примерно можем находиться. Окей. Then, sport. Sport, окей. What can you ask about sport? What sport do you do? What is your favorite sport? What kind of sport do you like? So, like books, music, films, computer games. Right, окей, yeah. Why not? What sports do you like? And a moment. I have a question. А, можно более конкретно. Do you like football? Do you play football? Right, окей. And what about family? What can you ask about the family? Юлия, внимательно смотрите, что вы сделали со спортом, поставив перед ним артикль «the». Только один и какой-то, да? То есть, в принципе, спорт люблю, а вот один какой-то не очень. Вот, Арина, я согласна с вашим комментарием. То есть, если человек упомянул, то все ваши вопросы. How many people are there in your family? Do you have a sibling? Людмила, прекрасное слово. Кто его не знает, пожалуйста, запишите себе. Родной брат или сестра. Are you married? Окей. Ну, наверное, точно не с первого раза. Угу. So, do you have sisters or brothers? Если человек упомянул, да. Ну, смотрите, ребят, у вас немного готово в семье-то поговорить на самом деле. Have you got a big or... Yes. Have you got a big or little family? Угу. Дмитрий, сейчас мы общаемся... Нас очень много, мы общаемся с помощью чата. Поэтому я вижу ваши вопросы, когда вы их печатаете. Окей. What about your last holiday or weekend? Тоже кто-то хотел поговорить об этом. Yeah, families can be difficult. Your marriage can be interesting now. So, your last holiday or weekend? What's the question? Это очень интересный вопрос. Если вы его зададите, вообще молодцы. How to ask about it? С фильмами, спортом, книжками, даже с семьей уже разобрались. А вот мы теперь хотим спросить. Last holiday or weekend? Окей. Анастасия решила подойти. Анастасия, вы помните, что человек, которого вы первый раз видите? How do you spend your... Ребята, смотрите, у меня первый вопрос. Вот здесь у нас все вопросы в настоящем времени, правильно? Потому что всегда мне нравится, всегда я это читаю. А если у нас last holiday или last weekend, это однозначно... Какое время? Вот, Ольга, меня уже услышала. Прошедшее. Past, of course. So... Where did you go on holiday, for example? Or what did you do on holiday? On holiday, at the weekend, on Sunday... А как задать наш классический-то на самом деле вопрос? Да, did you have a nice weekend? Но, Дмитрий, вы сразу же предполагаете, что это было nice, да? А если мы хотим, чтобы человек рассказал сразу все, и как было, и что делал? То есть, ну, как съездил-то? Как это по-английски спросить? How did you spend your holiday? How did you spend your weekend? Tell me about your holidays. Светлана, вы речь от него хотите? Вы аккуратней, да? То есть так вот. Hello, my name is Svetlana. Tell me about your holidays. How was your holiday? Вот это уже ближе. Анна, молодец. What interesting things happened at your weekends? Okay. You must tell me. Дмитрий, вы знаете, у нас вот на маст стоял полицейский с дубинкой. У нас картинка была такая, да? You must tell me. То есть, встретились с человеком, и мы уже грозим ему чем-то. Ну, не надо. Мы, в общем-то, с людьми обычно знакомимся, когда нам приятно с ними общаться. Вряд ли человек вам ответит. How was your holiday or... Знаете, классический английский вопрос на самом деле звучит так. What was your holiday or weekend like? Я очень вам советую его запомнить. What was it like? Потому что это на самом деле вопросы на все случаи жизни. Здесь вы можете спрашивать и про книги, и про музыку, и про спорт на самом-то деле, про любые увлечения, про все, что хотите. А здесь вы можете спрашивать про любые события. What was your English lesson like? Ну, конечно, используют. Они же разговаривают друг с другом, они спрашивают друг друга. Вот, наверное, вопрос who is on duty today и what's the weather like today не всегда актуальны в разговоре между людьми. А так, в общем-то, да. Итак, спасительные вопросы мы с вами посмотрели. And now we will have a look at some dialects. Please, have a look. У Дмитрия интересный вопрос. И у Лины интересный вопрос. Ребята, у меня есть к вам предложение. Я оставлю время в конце занятия. Вы бы могли ваш вопрос сохранить и повторить в конце занятия? А я сейчас тоже себе запишу. Так. What was sport like? То есть у Дмитрия вопрос, соответственно, про what was it like, а у Лины почему нельзя what about? В ЕГЭ. Так, что я решу повезти в интернет. Так, мы решим, конечно. Как вы думаете, где у нас люди впервые встретились? Какие диалоги могли произойти между людьми, которые встретились первый раз? 5, 6, 7, 8. Number 1. Mm-hmm. Okay. Number 2. Definitely 7. Yes, nice to meet you. Great, no problem. Mm-hmm. Number 6. Okay. Okay, maybe, maybe, okay. Now, I would like you to tell me which definitely is not the first meeting. Какая картинка? Точно не первая. Вот не первый раз люди встретились. 3, 12. So, you mean, would you like a drink? Not the first time. То есть, новому человечку точно кофе не предложим. Или чай. Нет. Would you like, Юля, внимательно. Would you like? То есть, хотелось бы чего-нибудь попить. 3, 12. Ну, 12 точно, в общем-то. See you soon. Вряд ли. Люди, скорее всего, встречались. Okay. And one more. 2. Nice day, isn't it? Абсолютно нормально. Абсолютно нормально для первой встречи. Необычно для нас в русском языке. Вряд ли мы не знакомы, скажем. Хороший денек, не правда ли? Да, в английском абсолютно нормально. So, 8, no. Давайте я отмечу картинки. So, we think that this one is not the first meeting. And I think this one is not the first meeting. Yeah. Okay. Что мы сейчас с вами сделали? Мы с вами познакомились со всеми фразами. Быстро. При этом самое интересное, я вас не просила их даже читать. Вы очень быстро с этим, молодцы, справились сами. Вы подумали, проанализировали ситуации. Более того, вы, скорее всего, предположили, что там люди отвечали. Правда? Предположили? Представили себе ситуации, представили себе диалоги? Of course. Да, конечно, конечно. На самом деле мы сейчас с вами очень простую стратегию попробовали. Как вы понимаете, дальше мы с вами будем слушать, что же люди на самом деле отвечали, предсказывали. Но перед этим мы посвятили буквально полторы минутки, чтобы быстро-быстро познакомиться и быстро в голове восстановить все возможные варианты, которые там могут быть. Это очень хорошо помогающая стратегия во время теста и экзамена. Если вы понимаете, что перед вами лежит какое-то задание, первое, что вы делаете, это, естественно, пытаетесь предположить, а что же там может быть в пропусках, если задание с пропусками. И представить себе ситуацию, в которых реально могли бы быть эти фразы. Знакомый человек, незнакомый человек, диалог в кафе, диалог на работе. Зачем это нужно? Когда вы это делаете, вы на самом деле в своем мозгу устанавливаете связи между фразами, ситуациями. И, кстати, что интересно, именно между фразами и ситуациями, а не отдельными словами и ситуациями. И потом, когда вам нужно будет начать говорить, и вы будете находиться сами в ситуации, которая достаточно близка к этой, вам будет намного проще вспомнить фразу. Потому что как мозг вспоминает у нас фразу или слово? Он у нас выстраивает к ней много-много-много связочек. Чем больше от фразы или от слова, которое в памяти хранится, идет связочек, тем проще, соответственно, мозгу вспомнить. То есть, понимаете, как паучок у нас такой получается. Вот, да? Если за какую-то связочку вы дернули, ситуация вспомнилась, слово вспомнилось, кстати, очень сильно запах вспомнился, но это сложно к английскому применить, но просто имейте в виду, то, соответственно, в вашей памяти… Дернете себя за руку. Вот представьте, что здесь у вас живет фраза. Да? Так. Оп! Дернете за какой-нибудь пальчик. Чувствуете здесь, да? Тоже же ощущаете, что вас дернули за какой-то пальчик. Слово вспомнилось. Угу. Именно поэтому, когда вы смотрите на страницу с текстом, пожалуйста, представьте себе ситуацию, представьте себе человека, которому бы вы сказали эту фразу. И я вас уверяю, что если вы несколько раз это проиграете, поиграйте с этими фразами, вам будет намного проще. А если это аудирование, то вам тем более будет намного проще, потому что ваш мозг уже готов будет вспоминать все те слова, которые здесь могут быть. Угу. Окей? Так что вот такая вам маленькая подсказка о том, как можно сделать свою жизнь легче. So, but we are returning to our phrases, and I promised you some listening. So, have a look at the phrases, have a look at the dialogues. I give you some time to try and put the phrases into the dialogues. Ребята, мы пока с вами смотрим внимательно на фразы, которые у нас находятся под заголовком function. making conversation. Смотрим мы с вами на большое количество фраз. А именно. I'd love a coffee, thank you. Oh, we work together. I'm an architect. Yes, it's lovely. Все увидели те фразы, которые я назвала? Yes, yes, great, great, good, well done. So, people, one minute to try and put them in the dialogues. Просто пока без чата. Угу. Для себя. One minute. One minute. Okay. 15 seconds. Ready? Ты? А теперь я попрошу вас нажать на кнопочку и проверить себя, все ли у нас получилось. И после прослушивания я прошу вас поставить плюсики. Чтобы я знала, что вы закончили. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Nice day, isn't it? Yes, it's lovely. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Would you like a drink? I'd love a coffee, thank you. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Where exactly do you come from? Woodbridge. It's a small town near Ipswich. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА So, do you work here? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА No, I'm just visiting. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Did you have a good weekend? Yes, it was OK. I didn't do much. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Did you watch the match last night? Yes, it was terrible. We lost 3-0. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА How do you know Hiro? Oh, we work together. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА So, what do you do? I'm an architect. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА It was nice to meet you. It was nice to meet you, too. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА I hope we meet again soon. Yes, let's keep in touch. Yes, I'll probably see you on Wednesday. Okay. 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 Good. Well done. Well done. Mm-hmm. Yes, Матвей. I saw your first plus. Yes, right. Okay. Mm-hmm. Егор, yes, I saw it. Okay. People, great. И теперь у меня есть к вам два неожиданных вопроса. Question number one. Я точно знаю, что вы теперь все можете расставить по буквам, все легко. Да? Everything is fine. Everything is easy. Нет, у меня даже три вопроса. Sorry. Question number one. Чьи догадки о пропусках хоть как-то подтвердились? Где вы, слушая, вот кто себя поймал на том, ой, я так и думала, я так и думала. Угу. Yeah. Костя, здравствуйте. Yes? Okay. Great. То есть, смотрите, на самом деле, если вы будете предполагать до того, как вы что-то сделали, ваш мозг вам уже подкинет ответы. То есть, хотя бы половину. Ну, это здорово. Окей. Now, question number two. Question number two. Ready? Какие диалоги? Which dialogues, which phrases you may need? Какие из этих фраз… Давайте мы назовем, например, буквы A, B, C, D, E, F, G. Кто быстро печатает, молодцы, если сможете напечатать или скопировать фразу. Какие из этих фраз вам бы понадобились, если бы вы общались с незнакомыми людьми? Усложняем вам задачу. So, G. Hi, nice to meet you. Yes, agree. Максим, yes, of course, I agree with you. A. Oh, I'd love a coffee. Thank you. Right, okay. C. I'm an architect. Ну, вместо architect может другое поставить. Yes, let's keep in touch. Well done. Okay. D. Yes, it's lovely. Угу. Угу. Okay. G, D. D, D, E. Ой, у нас самые популярные фразы появляются. Yes, it was terrible. Okay. All of them. All of them. L. Woodbridge. It's a small town near Ipswich. Ну, скорее всего, вы что-то бы поменяли, но примерно, да. Молочинки. It was nice to meet you. Здорово, но... Угу. All of them. Ребят, смотрите, что мы с вами сейчас сделали. Ah, yes, it was okay. I didn't do much. Угу. Мы сейчас только что английские фразы присвоили себе. Мы решили на самом деле, какой объем из этого мы действительно будем учить, чтобы говорить, а какой нам нужен только так, чтобы опознавать. В этом заключается один очень большой-большой интересный секрет. Дело в том, что когда вы учите английский, вы же создаете свой английский язык. И там всегда есть те фразы, которые вы склонны употреблять, которые вы будете говорить, те темы, на которые вы будете разговаривать, и те темы, которые вы можете просто... Да, я знаю слово «architect». То есть, таким образом вы можете себе немножко тоже облегчить задачу, выбирая то, что характерно для вас, или то, что вам необходимо в данный момент. Смотрите, если вы эти фразы себе уже готовы присвоить, они учиться будут намного легче. Тоже второй такой секрет. Надеюсь, поможет. То есть, выбирайте, действительно выбирайте. И когда читаете тексты или видите любой текст, смотрите фильм, смотрите, какая фраза, она ваша, вам интересна. Вот вы точно знаете, зачем она вам нужна. А какой вы можете просто... Ну да, поняли о чем, в общем-то, и все. Итак, и мой третий загадочный вам вопрос. Let's have a look at F. Не моя фраза, но, тем не менее, надо уметь ее читать. Yes, it was terrible. Ну, с этим-то вопросов никаких не возникнет. Все хорошо. Yes, it was terrible. We lost three... А вот здесь-то как мне ноль-то назвать? Попались? Попались. Нил. Смотрите, у ноля есть два, соответственно, самых популярных обозначения. И в Англии, поверьте мне, мил – второе из них. Первое, конечно, это O. Это если у вас в номере телефона, в чем бы то ни было, в таком длинном, большом. So, three, oh, five и так далее. А мил – это ноль в футбольном счете. А не про футбол. А самое интересное из этого всего, что если вы будете говорить про теннис, и у вас сет сыгран со счетом 6-0, то это будет даже не 6-нил, и точно не 6-0, и точно не 6-0. Есть идея? Алина, большое спасибо, но лучше вспомните четвертое название нуля. Да, Дмитрий, я как раз рассказывала ребятам, что на самом деле английский – он очень-очень точный. Почему в английском так много слов? Потому что если одна вещь отличается от другой, соответственно, нужно называть все точно. У него будет отдельное название. Ну, вам понравится. В теннисе, в бадминтоне и в скоше – это love. Не имеет отношения к любви, имеет отношения к французскому. Но, тем не менее, если вы слышите что-нибудь такое, что we lost three meal, вы знаете, что это футбол. Если вы слышите he lost six love, вы знаете, что это теннис. Yes, love. Да, английский – очень интересный, неожиданный язык. Окей, but now we are going on, right? Среди наших тем… Спасибо большое, ребят! Я вас тоже очень-очень люблю, и я на самом деле поздравляю вас тоже с Днем Учителя, потому что учителя в день своего профессионального праздника они должны быть к вам более внимательны и дать вам что-то интересное, новое. Ребят, давайте к интересному и новому. Окей? Не было у нас такой темы, но есть еще одна очень интересная тема, на которую можно порассуждать. Особенно с незнакомым человеком. Мы же все с вами откуда-то из разных мест. И я имею в виду вопрос к вам. Люди, где ты из-за? Вы можете написать это сейчас в чатан-english? Где ты из-за? Я из-за России, я из-за Словакии. Из-за Калуга, окей. Ага, great! Из-за Петербурга, из Уфа. Вау! Из-за Беларуси, из Твери. Из-за России, из Чуковской. Угу. Окей, right. Из-за Петра Завоск, из Коорелия. From? Ray. Moscow region, Tedesk, from Irkutsk. Erna, really? Окей. And then. Ребят, смотрите, многие ответили, I'm from Russia. Не все назвали город. From Nversibirsk, from Moscow region. А если Россия-то, вы сами знаете, огромная, большая, большая, большая. На самом деле, Новосибирск тоже немаленький. Уфа немаленькая, да? Tagan Rock, not really a little one. А как уточнить? А точнее. From Uringoy. Wow. Exactly. Но не буду вас пока мучить. Давайте-ка посмотрим на диалог. Здесь у нас все есть. And in conversation one, you start from, so where are you from? Наша задача, как вы понимаете, расположить фразы по порядку и найти одним словом, как же спросить, а откуда ты точно? Exactly там тоже есть. Окей. So, people, I think... Well, 25 seconds. So, number one is F. Number two. B. No, not like this. Number two B. Okay, two. I think I will write it like that. Two. Number three. D. Yes, agreed. One, two, three. Uh-huh. Number four. D. So, where are you from? France. All right. Whereabouts exactly? Grenoble. It's in the southeast. Do you know it? Okay. So, it's number four. Uh-huh. What's number five? Do you know it? No. What it's like? Ой, смотрите, наш вопрос встретился. А какой он? What it's like? Well done. And finally, number six. A. Uh-huh. Okay. So, озвучиваю весь диалог. Проверяем. So, where are you from? France. Oh, right. Whereabouts exactly? Grenoble. It's in the southeast. Do you know it? No. So, what it's like? It's okay. It's quite a big city, but it's a nice place to live. Так где же то самое слово, которое уточняет, где вы живете? Где именно вы живете? People, what's the word? Слово-то какое? Whereabouts exactly? Yes, absolutely. Whereabouts. Смотрите, какое интересное. А где точно, да? Whereabouts exactly? Grenoble – это город. Это город во Франции. Whereabouts exactly? Okay. Good. Now, let's have a look. Grenoble is in the southeast. Запоминаем, что если у нас на юго-востоке, то это in the southeast. А как сказать на юго-западе? It is in the... О, Анастасия заметила, что они через дефис пишутся. Молодец! It's in the southwest. Okay. Then people, how to say на северо-западе? It is in the... It is in the... А Дмитрий заметил, что там есть и in, и there. It is in the northwest. Okay. North-west. Great. Молодцы! Да, р надо. In the northwest. Okay. А на северо-востоке? Yes. In the northeast. In the northeast. Right. Okay. Well done. Молодцы! Очень быстрые вы, ребята. Ну, тогда я задаю вам вопрос. Вы ответили про страну. So, I'm from Russia. I'm from other country. Whereabouts exactly? В какой части России или в какой части мира вы находитесь? So, I am originally from St. Petersburg. It's in the northwest of Russia. What about you? Yes, Дмитрий, where is Anapa? Whereabouts exactly? It is... А можно полным предложением, ребят? Okay. Челябинкс. It's in the Ural... In the Ural Mountains. Смотрите. Либо in the Ural... Либо in the Ural Mountains. Потому что тогда это название, да? А север, юг, запад, восток, вы знаете, они вот так вот идут большие. Большая гряда. А не уточните, пожалуйста. It's in the northwest of the country. Agreed. Okay. It's... Артем, in, наверное, надо. Да? It's in the southwest. И будет круто. I'm from Moscow. It is in the northwest. Right. Okay. Good. 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 Okay. And then... Мы продолжаем формировать свой язык. Юг, south. South. It's in the southwest. Вот смотрите, Артем написал как раз юго-запад. Да, it's in the southwest. Молодцы, ребят, что помогаете. Молодцы. Она? А, Челябинск. Челябинск, as far as I remember, in the north. But probably northwest. Yeah. I'm from Tula. It's in the northwest. Yes, northwest of Russia. Good. Okay. Well done. Ребята, я еще одну фразу хорошую вижу. It's a nice place to live. It's a nice place to live. Кому подойдет эта фраза? I think St. Petersburg is a great place. It's a nice place to live. Чья фраза, кто ее возьмет себе в копилку? Great. Well done. Забирайте. А мы пойдем дальше в поисках хороших фраз. So, let's go. Conversation number two. People, you have now one minute to put conversation number two in order. Again. So, where are you from originally? Антон молодец. Ново-Николаевск is a nice place to live. Юлия, not today. Практически сейчас, Матвей. К сожалению, мы не все успели, но мы будем... Okay. So, number one is B. So, where are you from originally? Number two. Number two. You think it's St. Aynes. Oh. Wrong color. Sorry, people. I think this one will do. St. Aynes. Do you know it? Number three. Yes, I do, actually. Okay. Number three. Good. Well done. Okay. Uh-huh. Number four. My grandparents lived there. Number four. Okay. Good. You think so? I don't think so. Ребята, мы с вами запутались. C. Или я запуталась? So, C. Oh, yes. Whereabouts exactly? Then D. And that's it. That's the end of the dialogue. I have a question. Again. You know, I ask lots of lots of questions. А что это такое originally? So, where are you from originally? Да. То есть, откуда вы, если вы переехали? Это мне можно задавать такой вопрос. Where are you from originally? Because I was born in St. Petersburg, but now I live in Moscow. Кому из вас можно задавать такой вопрос? Ребят, то есть, определили, кому он понадобится, да? Yeah. Original is a good one. Good. And the final thing for today. Without my help. One minute to put that in order. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Все буквы. Все буквы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok So, as a result, we have... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Well done, people. Молодцы у кого... Молодцы, ребят. Вообще молодцы. Здорово. And now I have a question for you. Хорошая фраза. I used to leave. А что она значит? Раньше жил, а сейчас нет. Кто ее в свою копилочку возьмет? Кому подойдет, кто тоже переехал? Забирайте. А теперь у меня буквально осталось совсем немножко вопросов, ребят, чтобы ответить на... вернее, немножко времени, чтобы ответить на ваши вопросы. Не все мы с вами успели, но зато теперь я очень хорошо знаю, что мы будем с вами делать дальше и насколько это будет сложно или легко. Итак, возвращаясь к вопросу про спорт и про what was it like. Я сказала, что what was it like очень хороший, полезный вопрос, подойдет практически подо все, но мы будем спрашивать, естественно, про какие-то события, как оно было. То есть вместо it можно поставить holiday, weekend, а можно поставить match. What was the match like? Or what was the competition like? Возвращаясь к вопросу, почему не на ЕГЭ, кстати, и не в других мероприятиях, где надо оценить ваши знания, не пойдет вопрос what about? Рассказываю, являясь разговорным, он просто не показывает, насколько вы, соответственно, можете, насколько вы, в общем-то, владеете английским языком и структурой. Итак, господа, есть ли у вас ко мне сейчас вопросы? Ну, это достаточно частый, на самом деле, вернее, частный вопрос. Так, подождите. Валерия, ваша схема действий следующая. Вы звоните в техническую поддержку, и мы меняем вам курс. Дмитрий, я думаю, что мы можем с личными вопросами о жизни немножечко подождать. Ну, можете, конечно, попробовать, но на данный момент я готова отвечать на вопросы по курсу. Да, теоретические материалы к каждому уроку будут. Совершенно не обязательно, что это будет все с раскладкой, всем остальным. Иногда это будут предложения поиграть во что-то, то есть игра, которую вы можете распечатать, поиграть с друзьями. Иногда это будут задания на какие-то культуровические вещи, списки того, что можно поделать, посмотреть какие-то новые идеи. Домашние задания, безусловно, будут каждому занятию, и вы можете уже после этого занятия посмотреть, там есть пять заданий в домашнем задании. Да, по окончанию курса у вас выдается сертификат, но у сертификата есть, естественно, условия. То есть нужно не просто пройти все классы и коридор, а нужно принимать участие, делать домашние задания, выполнять. Там есть определенный процент, но он достаточно велик. Да, ребят, я тоже была очень рада вас видеть. Спасибо вам большое. Если вы сейчас напишите, например, что-то перед тем, как попрощаете, что вы сегодня узнали, тоже будет здорово. Пожалуйста. Жителями Денвера и штата Колорадо я боюсь, что практически ничего нельзя сделать. Они по-прежнему останутся жителями Денвера и штата Колорадо. Егор, мне очень жаль, но придется каждый раз, да, все это проговаривать. Есть такое. Особенно учитывая то, что они американцы, они очень политкорректны. А, как я учила английский? Хороший вопрос. Ну, на самом деле, мне очень нравилось. У меня были хорошие преподаватели. Это было в России. И я готовилась к экзамену, что мне позволило на самом деле очень много вещей перелопатить и действительно выучить. Ребята, спасибо большое за отклик. Спасибо большое. Я буду рада всех видеть снова. Приходите. Всего доброго и удачной вам недели. А следующее занятие у нас, соответственно, кто помнит? В четверг, в 18.00. Да. В четверг, в 18.00. Молодцы. Марин, давайте мы сделаем так. Найдите, пожалуйста, нас в основной группе Фоксфорда ВКонтакте. Я попробую тогда уточнить и что-то ответить более конкретно. Окей. До свидания. Хⁿ. До свидания. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok